В Химках подходит к концу первый конкурс мастеров настенной живописи графитчиков. Те, кого обычно считают вредителями городского имущества, решили изменить представление о себе и, вооружившись баллонами с краской, украсили Химки своими работами. Шесть из них претендуют на победу. В ходе объезда их оценила специальная комиссия. Претендует ли хобби подростков на произведение искусства, выясняла Татьяна Кастанда. ВИЧ современной эпохи – это граффити, который не имеет смысловой нагрузки, уверены участники комиссии. Такие рисунки уродуют облик города. Для борьбы с проблемой по инициативе главы и был объявлен этот конкурс. Вот этот облик, который мы сейчас видим, гораздо интереснее, нежели то, что, допустим, расписано в тех же самых ракушках. Единственное, что мы, конечно, обсуждали тематику, была у нас комиссия, которая выбирала то, что будет наноситься на стены. Роспись фасадов тепловых пунктов или зданий – задача не менее сложная, чем создание монументальной картины в мастерской. Ведь помимо самой идеи изображения, важно учитывать, что граффити – это еще и элемент дизайна, который должен органично вписываться в облик города. Мое личное мнение, что это очень хорошее начинание. И при этом хотелось бы отметить, что задача очень непростая. Сегодня и губернатор Московской области ставит задачу по совершенствованию архитектурно-художественного облика. Прием суперграфика по простому граффити для формирования городской среды во всем мире давно набирает популярность. Но над этими изображениями работали непрофессиональные художники. Это единственная конкурсная работа, которая не посвящена Олимпиаде, хотя находится вблизи баскетбольной площадки. Тем не менее, тематик много. И в Химках осталось еще немало тепловых пунктов и просто фасадов зданий, которые можно так украсить. И администрация обещала поддерживать подобные начинания. Комиссия решила не присуждать места мастерам граффити. Все участники получат награды из специального призового фонда. Татьяна Костанда, Дмитрий Алексеев, Служба новостей.